Здравствуйте! С вами вновь Александр. И сегодня я хочу рассказать вам о новинке от компании HARTAN. HARTAN это немецкий премиальный бренд. И сегодня мы с вами рассмотрим их новую прогулочную коляску. Она интересна тем, что вроде бы такой премиальный дорогой бренд сделал прогулочную коляску за абсолютно адекватную стоимость. Мы ее сегодня с вами изучим более детально и посмотрим, почему же она такая популярная в Европе. Так что смотрим. Вот коляска HARTAN i-mini. В двух словах о технических характеристиках. Она предназначена детям с полугода до трех лет и максимальный вес ребенка не должен превышать 15 кг. Кстати и вес самой коляски он тоже достаточно не тяжелый. 9,7 кг. Кому это важно. Начнем обзор непосредственно сверху вниз. И начнем сначала. Рассмотрим ручку. Ручка здесь классической формы. Она не разделена на две части. Она цельная. Ручка сама обшита эко-кожей. И здесь красивая прострочка в цвет самой коляски сделана. Хват достаточно приятный. Эко-кожа тоже гладкая, приятная на ощупь. И она мягкая. Но есть и минус у этой ручки. Кроме комфортного хвата. Здесь нет регулировки ни по наклону, ни по вылету. Поэтому кому-то может быть с маленьким ростом или слишком большим будет неудобно. Но мне лично очень удобно. У меня 1,86 кг. Мне кажется, что этот хват идеальный для моего роста. Вот. И что касается козырька. Козырек в коляске, он достаточно большой. Даже если он не разложен на дополнительные секции, он все равно хорошо закрывает ребенка. Но если мало, соответственно, открываем замочек. И образуется у нас, раскрывается козырек. И образуется вот третья секция. Она закрытая. Здесь не москитная сетка. И мы получаем реально большой козырек. Если мы посмотрим сверху на коляску, вот я руку приложу. Получается, что мы ребенка закрываем практически до самих ног. Он большой. Также в козырьке есть смотровое окошечко. Ну, бывает тоже двух видов. Обычно это или пленка, как здесь, или москитная сетка. Удобнее пленка тем, что даже в дождь вы можете открыть и наблюдать за ребенком. Небольшой дождь. Вот. Чтобы сложить, соответственно, козырек, все очень просто. Физически его отгибаем назад. И все. Так, перейдем к сиденью. Сиденье в коляске, оно большое. Здесь длинная спинка. И самое главное, широкое посадочное место. Поэтому той же зимой в хорошем пуховичке ребенку тесно не будет никаким образом. Еще что мне понравилось. Здесь в комплектацию входит матрас. Матрас здесь достаточно мягкий. И такой, действительно, толстенький. И также есть мягкие вставки по бокам. Поэтому комфорта придает матрасике, я уверен, что достаточно много. И что мы здесь имеем? Помимо матрасика, есть у нас подножка, благодаря которой мы можем ее поднять. И после чего, например, опускаем спинку и получаем ровную поверхность, для того, чтобы ребенок хорошо, комфортно мог поспать. Вот. И чтобы поднять обратно спинку, здесь тоже ничего сложного. Здесь используется классическая система ремней. Кнопочку нажимаем и тянем за ремешок. Тем самым поднимаем спинку. Вот как это выглядит в сидячем положении. И после того, как мы посадили ребенка, мы можем опустить подножку, нажимая здесь вот по краям. Вот здесь, справа и слева, есть две кнопки. Нажимаем и опускаем подножку вниз. И все. У нас получается полностью сидячее положение. Также здесь непосредственно для ног ребенка сделана подставка металлическая. Это очень удобно, практично. Она не сотрется никогда. Легко почистить все это место. Да и выглядит, мне кажется, очень даже стильно этот маленький деталь. Что касается безопасности, здесь используется классическая система ремней. Ремни с мягкими накладками на плечевую зону ребенка, на паховую зону ребенка. И также для безопасности здесь установлен бампер. Можно его отстегнуть спокойно, посадить ребенка и также легко пристегнуть обратно. И как и ручка, бампер он обшит тоже эко-кожей, с такой же прострочкой в цвет коляске. Эко-кожа того же качества, что и на ручке. Тоже очень приятная. И, кстати, легко это все очень можно снять для чистки самой эко-кожей. Проблем это не вызовет. Так, перейдем к изучению шасси непосредственно. Шасси в HARTAN AI MINI используется металлическое. И если взять само шасси и начинать пытаться везде подавить, потянуть, то создается впечатление такой монолитной конструкции. Нет ощущения расхлябанности в коляске абсолютно. Она хорошо сбита, хорошо подтянута. Вот внушает такую надежность коляска. Кстати, еще по поводу комфорта. На шасси установлена хорошая система амортизации. Вот смотрите. Очень плавный ход будет у коляски. Как на задних колесах амортизация, так же и большой ход амортизации на передних колесах. Вот смотрите. На мой взгляд, можно даже по лесу. По плохой поверхности быстро гулять. Ребенка так трясти не будет. Что касается подвески, здесь все сделано хорошо. Но это еще и благодаря большим колесам, установленным на коляску. Сзади, соответственно, как обычно, диаметр колес больше. Сама резина это полиуретан. Она не проколется никогда и износостойкая. Передние колеса у нас, соответственно, меньшего диаметра и с возможностью блокировки. И блокировка, что мне очень понравилось, она очень легкая. Вот нажали. Все, они заблокировались. Нужно сильно никуда давить, ничего. Обратно, то же самое. Одним движением разблокировали и едем дальше. Вот. И что касается багажника. Багажник тут есть. Ну, единственное, мне лично, мое личное мнение, на мой взгляд, он маловат. Слегка маловат. Мне кажется, что был бы он побольше, было бы лучше. Но тут производитель не сделал его больше не потому, что, я думаю, ему так захотелось, а ввиду конструкции самого шасси. Здесь вот распорки установлены спереди. Вот когда складывается, я вам покажу. И они не дают установить, это большой бампер. Но производитель пошел другим путем. Бампер сделали короче, но сделали его достаточно глубоким. Он реально достаточно глубокий. И выдерживает очень даже неплохой вес поклажи, который можно туда положить. Поэтому тут, в принципе, может быть, его и будет вполне хватать, если его сильно не нагружать. Вот. И что касается тормоза в коляске. Тормоз самый нормальный. Нажали, коляска встала. И не нужно отковыривать, портя свою обувь, педаль обратной стороной. Сверху есть еще одна кнопочка белая. Ее же нажали. И едем дальше. И давайте теперь поговорим о комплектации этой коляски. В комплектацию входит оригинальный дождевик. Фирменный, хатановский. И адаптеры для установки автолюльки. Поэтому, если вы будете использовать эту коляску как с рождения, установив сюда люльку, то покупать их отдельно не нужно будет. Вот. Это вот все в комплектации. И теперь давайте подытожим. Я что хотел сказать, вам сказал. И подведем небольшие итоги. Я вам, как обычно, скажу свое мнение. Вот. Что мне понравилось в коляске сначала скажу. Мне понравился, во-первых, достаточно большой козырек. Это вещь полезная. То, что в комплектацию входит матрасик, мягкий. Реально, если вы пощупаете, у ребенка будет хорошо, мягко, уютно отдыхать. Вот. Очень удобная, мне кажется, металлическая подножка. Это очень удобно, практично. И самое, что меня зацепило в этой коляске, в прогулках, не во многих, есть такая продуманная и с большим ходом амортизации шасси. Вот. Ну, реально. В коляске очень хорошая амортизация используется. Из минусов отмечу то, что вы ручку никак не отрегулируете. Ну, по-другому, рост хорошо. Как я и говорил, кому-то, может, не понравится. Вот. И бампер в этой... Ой, не бампер, а, точнее говоря, багажник здесь маловат. Вот. Не знаю. И еще, кстати, по поводу той же комплектации. Если элементарно посчитать, сравнивать эту коляску с другими конкурентами, покупая прогулочную коляску и, например, захотите ее использовать с люлькой. Во многих колясках не идут в комплектацию адаптеры для люлик. Поэтому здесь вы уже экономите. А в среднем цена адаптеров где-то полторы, может, там, две тысячи рублей. Отдельно покупая. Вот вам чисто в виде экономии. И оригинальный дождевик, если, например, в комплектацию, опять же, в прогулке не идет, и вы хотите купить оригинальный дождевик этого же бренда, пожалуйста, там, две-три тысячи отдайте. Вот. Поэтому здесь вы за это тоже не платите. Оригинальный дождевик хорош тем, что он хорошо, плотно садится, а не качественнее, чем какие-то там универсальные бывают. Поэтому очень стоит на нее обратить внимание, на мой личный взгляд. И, кстати, еще я вам обещал показать, как она складывается. Давайте сразу это и сделаю. Для того, чтобы сложить, здесь есть кнопка и два рычажочка с каждой из сторон. Отжимаем и нажимаем кнопочку на ручке. После чего мы опускаем вниз шасси, и здесь есть специальный такой фиксатор, который не дает коляске разложиться. Вот, ручка. И вы можете спокойно катить ее там с лестницы, на лестницу. Вот, в конце концов, переносить очень удобно. И все грязные колеса, они всегда находятся внизу, она не пачкается. Вот. Вот, собственно, все, что про коляску рассказать хотел, я вам рассказал. И хочу единственное добавить, что вот и конкретно эта коляска, HARTAN i-mini, и это эксклюзивная, эксклюзивная представленная модель только в магазине Первая коляска. Больше ни в одном магазине вы не сможете ее увидеть, посмотреть и приобрести. Только в сети Первая коляска. Поэтому, если понравилось, приходите, смотрите, щупайте и принимайте решение. И если вам, соответственно, понравилось это видео, вы ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ждите новых обзоров. И удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok